Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, сегодня черная пятница, на продажу вывалили танки и я хочу показать вам машинку, которая является самой дешевой из всех предложений, которые есть. У каждого свои карманы, кто-то напишет в комментариях, что ГСН зачем ты рассказываешь о песке, это 6 уровень, кому интересно, вообще машина неиграбельная и так далее. Ребят, я рассказываю для тех, у которых нет финансовой возможности прикупить себе машинку, я не знаю, 10, 9 уровня, 8, но им тоже хочется что-нибудь прикупить себе на этой распродаже черной пятницы. И расскажу я вам о пуделе, который стоит 1500 голды и в нем открыто все оборудование и это уже огромный плюс, хотя на 6 уровне оборудование, ну я бы сказал, не такое уж и дорогое. Обзор на пуделе на канале у меня есть, обязательно будет, обязательно будет ссылочка в конце видео для того, чтобы вы посмотрели сам обзор. Сейчас же просто возьмем машину, выкатимся из ангара и посмотрим, насколько эта машина играбельная или неиграбельная, стоит ли ее, ну вообще покупать за 1500 голды. И, казалось бы, полторушка голды это не такая уж и большая сумма, то есть по большому счету, ну да, смотря как считать, если смотреть сугубо по рекламе, 500 голды за 10 дней, соответственно, полтора косаря голды за 3 недели. То есть, можно сказать, практически за месяц и вы получаете себе этот аппарат. Значит, в целом, ребят, даже полторы тысячи голды, которые кажутся, ну я бы сказал, не сильно большой суммой, особенно для бывалых игроков, то для новичков эта сумма просто-таки заоблачная, которую необходимо копить, которую необходимо собирать. Безусловно, чешутся руки что-нибудь себе приобрести премиумного и за полторушку, безусловно, многие хотят себе машинку присмотреть в ангар. И сейчас попробуем на пуделе отыграть, посмотрим на его плюсы, на его минусы. Чем он хорош, чем не очень. Я не могу сказать, что пудель это прям суперфановая веселая машина. Что в ней действительно хорошо, это сравнительно нормальная подвижность. Я бы сказал, что, ну, в целом, для своего класса техники очень даже-таки нормальное. Время перезарядки для своего уровня в 5,3-десятых тоже не может не радовать. Тоже-таки очень даже себе хорошо и бодренько перезаряжается. Единственное, что, что время перезарядки пережить на пуделе, то еще удовольствие, потому что машинка картонная совсем. Она сделана из папье-маше, мокрой туалетной бумаги и, не знаю, каких-то там не совсем первой свежести влажных салфеток. Короче говоря, ребят, рассчитывать на то, что вы будете классно имбовать, отыгрывать, ну, прям разрывать бои, разрывать рандом, и что вас будут бояться соперники, нет, абсолютно бояться вас никто не будет. Вы желанная, я бы сказал, цель для практически любого соперника, потому что на вас можно как раз и зарабатывать свой средний урон, потому что влетает в вас абсолютно полностью все. Я отыгрываю на пуделе, как правило, где-нибудь на каких-нибудь дальних расстояниях, по той причине, что отыгрывать на нем вблизи это смерти подобно. Время сведения очень хорошее, очень хорошая точность. То есть, в целом, ребят, вы будете вполне себе, вполне-таки себе даже, вполне спокойно, именно три раза вполне спокойно отыгрывать на дальних расстояниях. Может, даже четыре раза вполне спокойно. Но вот как только вы попадаете в засвет, как видите, в вас начинает прилетать абсолютно-таки все, на что гораздо ваши соперники. Кроме как сваливать сейчас отсюда, у меня вариантов других нет, к сожалению. Потому что вот те двое товарищей сверху и один внизу, они только и выжидают, чтобы я попал в засвет, соответственно, будут меня отправлять в ангар отдыхать. Ну что, ждем сейчас БЛ-ку, которая явно должна сейчас вылазить сюда, но почему-то пока не хочет этого делать. Окей, товарищ вот этот выкатился, отхватил на 166 и без засвета, что крайне приятно, мы смогли в него бросить. Не знаю, честно говоря, сможем ли мы вытянуть этот бой, потому что нас двое их четверо. Я, честно говоря, не сильно живуч, а значит, шансы не сильно велики. Подсветить особо не получится, сам себе особо не засветишь. Вылазить куда-то не хочется. Вот смотрите, я уже в засвете, а я в то же время никого себе не подсветил. Остался один. Будем отыгрывать, а что остается? Никогда не сдавайтесь, ни в коем случае. До последнего боритесь, не опускайте никогда руки. Это не то, чтобы залог успеха, это просто должна быть ваша жизненная позиция. Как бы вам тяжело не оказалось в бою, оставайтесь всегда в приподнятом настроении, обязательно всегда сопротивляйтесь по одной простой причине, потому что именно в этом заключается суть игры в танке. Драться до последнего, отбиваться до последнего и ни в коем случае не сдаваться. Так. Ну давайте, едьте ко мне сюда, кто хочет тычку получить. Мне бы, честно говоря, легкого добрать, и было бы гораздо легче сейчас отыгрывать. Не знаю, честно говоря, получится у меня это или не получится. Надеюсь, с кормы меня не засветят. Если заберу легкого, то в целом, хоть какие-то призрачные шансы у меня будут. Декер Макс наносит по 300 единиц урона просто-таки с легкостью. Где сейчас катается легкий танк, я даже ума не приложу. Разобрать Декер Макса со своим, в принципе, орудием с альфой, шансы у меня есть. Но они не такие уж и хорошие, как мне хотелось бы. Ну что, поехали покатаемся, поперестреливаемся с Декер Максом. У Декер Максов перезарядка тоже довольно-таки хорошая. Но, к сожалению, меня разбирает вот этот вот еще товарищ. Надо его снести. Ну а Декер Макс уже заберет меня. К сожалению, не успел я. Ребят, не успел. Не знаю, может, глупость сделала, что полез вперед. Но в целом, в целом, ребят, я собой доволен. Я не могу сказать, что я не сделал ничего для того, чтобы победить. Ну а раз проиграл, ну значит, так игра сложилась. Ничего страшного. 1290 единиц урона. Три уничтоженных соперника. Я получил удовольствие от данного боя, хотя не могу сказать, что прям все бои у вас будут с мега удовольствием. Когда вас будут разбирать и первым отправлять в ангар, безусловно, будете расстраиваться. По фарму. Я бы сказал, что фарм не кудышний, 16 тысяч. Но, ребят, это за поражение. Вот кудышним он будет для шестого уровня, для пуделя, тогда, когда у вас будет с такими же результатами победа. По результатам нашей команды, мы в средняках находимся. Ребят, ну мы шотили, пускай шотных, но минусовали стволы. У нас был шанс на победу, к сожалению, я не смог его реализовать. Пудель, не нагибающая машина. Мне он даже дизлайк поставили, что я плохо отыграл. Хотя, честно говоря, я не совсем понимаю, в чем я плохо отыграл. На пуделе лезть на рожон, это смерти подобно, как я говорил. Именно поэтому на пуделе необходимо держаться на очень дальнем расстоянии, потому что, если вы сближаетесь, если вас засвечивают, вы превращаетесь в смертника, которого начинают разбирать чуть ли не все соперники. Они просто отвлекаются от всех ваших союзников и начинают гасить именно вас. И, честно говоря, я не совсем понимаю, почему диз поставили именно мне, одному из всей команды. С учетом того, что вот эти вот двое товарищей в бою вообще ничего не сделали. Про Басотто я просто молчу. Возможно, это он мне диз и поставил. А может, расстроился вот этот товарищ, потому что он сделал 2400 единиц урона, сделал один фраг, он красавчик, молодец. Но бой оказался проигрышным для него, и он просто психанул. Короче говоря, ребят, не знаю, почему меня так оценили в данном бою. Я, честно говоря, собой доволен. И если вы за честные обзоры танков такими, какие они есть на самом деле, по желтому шильдику в правом нижнем углу подписывайтесь на мой канал. И я буду показывать вам исключительно машины в честных обзорах. Я не буду показывать вам нарезки из боев для того, чтобы сказать, что каждая машина имбовая. Я ни в коем случае не буду вас агитировать, приобретать вам что-либо за вашу кровную голду. Уж тем более в тех случаях, если буду знать, что это не стоит той голды, за которую ее продают. Стоит ли пудель полторушку? Я думаю, ребят, стоит, потому что машинка за 15006 уровня, ну и та, которая действительно позволяет вам, пускай на дальних расстояниях, пускай не лос, не нос в нос, не лоб в лоб с соперниками, но бодаться, очень точно шотить довольно часто, пускай не с очень завышенным уровнем альфы, но все-таки с приятным. Я думаю, что полторушку эта машина стоит. Стоит ли она для вас? Безусловно, решать вам. Посмотрите обзор на моем канале по вот этой вот ссылочке. Ну и для себя будете принимать решение, хотите ли вы в Черную Пятницу приобрести самую дешевую машину из предложенных в магазине. Что еще хотелось бы сказать? Если вы за честные обзоры, то вот вам ссылочка на честные розыгрыши, которые я планирую проводить у себя на канале. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Побежал пили следующий видос для вас. Мира вам и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok